В мае 2021 года Слонимской финансовой милиции окончено проведение проверки в отношении должностных лиц Слонимской районной ветеринарной станции, результатом которой стало возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 424 Уголовного кодекса за злоупотребление своими служебными полномочиями в отношении ведущего ветеринарного врача-эпизоатолога организации. Подробнее начальник Слонимской финансовой милиции Сергей Туптало. Финансовая милиция установила, что данный работник, являясь должностным лицом, обязанным осуществлять мероприятие по предупреждению ликвидации инфекционных заболеваний животных, производить противоэпизоатические мероприятия в 2018-2019 годах, завысил сведения о количестве животных, которым проведена иммунизация в сельхозорганизациях Слонимского района, оформив недостоверные акты о проведении туберкулинизации, что повлекло незаконное начисление выплату из районного бюджета премии работниками инстанции 84 тысяч рублей. Как оказалось, достижение указанного показателя по туберкулинизации являлось обязанностью конкретно этого должностного лица и заключалось в своевременном и полном проведении иммунизации поголовья КРС составлением актов установленной формы. Выполнение указанного показателя являлось не только гарантией действительно проведенной работы по недопущению распространения опасных болезней от территории района, но и обязательным условием для выплаты премиальных всем работникам медстанции. По итогам отчетного периода указанный ветврач отчитался перед руководством об успешном выполнении доведенных показателей, в результате чего за счет средств бюджета всем работникам, включая его самого, выплачивались денежные средства в качестве премиальных. Однако, когда оперативники финансовой милиции решили проверить достоверность указанных цифр, оказалось, что они просто не бьют с отраженными в актах на несколько тысяч голов крупного рогатого скота. Через время проявились дополнительные акты, практически ровно на количество недостающих голов. Речь идет примерно о 21 тысяче голов КРС. Исследование показало, что готовились указанные акты путем банальной подчистки и подделки таких же, но уже достоверных актов за прошлые годы. В настоящее время финансовые милиции в отношении Слонимской ветстанции проводятся контрольные мероприятия, направленные на обеспечение возврата в бюджет суммы незаконно полученных премиальных выплат в размере свыше 81 тысячи рублей.